коллеги здравствуйте пожалуйста скажите слышите ли вы меня видите ли вы меня и видите ли вы презентацию отлично итак давайте мы начнем ровно по расписанию также как и планировали меня зовут алексей сидоренко и сегодняшний вебинар мы проводим по инициативе национального фонда развития реабилитации и при поддержке эту платформу нам предоставляет региональный механизм поддержки гражданского общества стран восточного партнерства вот и нашим коллегам большое спасибо как за идею так и за собственно техническую возможность провести этот вебинар сегодня мы поговорим о технологии обойти технологиях для людей с ограниченными возможностями здоровья итак если кто-то впервые видел соответственно теплицу то наверное вы знакомы с нашими вебинарами несколько технических подробностей первая первая подробность такая что сегодняшний вебинар продлится около часа я постараюсь уместить и собственно и вебинар и вопросы внутри одного часа так чтобы всем было удобно вот этот вебинар будет записываться и вы сможете послушать это послушать этот вебинар посмотреть презентацию по ссылкам всем кто регистрировался на наш сегодняшний вебинар придут ссылки после вебинара вот на запись и на видео и на собственно саму презентацию и так давайте соответственно начнем итак теплица социальных технологий это общественный образовательный проект направлен на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и цифровыми специалистами и наше видение изменений которые собственно происходит это то что технологии могут дать существенный перевес и собственно существенные ресурсы и возможности для независимого гражданского общества и для улучшения жизни качества жизни простых людей вот и у нас но для в рамках нашей работы мы работаем по 10 так называемым метод темам вот пять из них касаются некоммерческих организаций ты касаются технологий и я касаются грамотности прежде всего разумеется компьютерной грамотности и сегодня мы будем говорить о той части технологии которую мы называем так называемые технологии преодоления то есть это технологии которые позволяют делать что-то что раньше не было подвластно человеку да это какие-то ограничения данном случае как следует из названия мы будем говорить о тех ограничениях по возможностям возможности здоровья и о технологиях которые в этом помогают я сам человек без ограничений по возможностям здоровья поэтому и это сразу хотел бы сказать это разумеется скажем так ограничивает некоторые в некотором роде мою перспективу в этом плане и здесь конечно я максимально стараюсь собственно быть эмпатичным к тому что что есть но при этом мне все равно в любом случае всегда будет очень далеко собственно до людей которые в это непосредственно погружены которые должны с этим жить поэтому я здесь не претендую не на то что я как бы внутри сообщества людей с ограниченными возможностями и здесь я бы хотел сказать что есть большое число экспертов разбирающихся в теме значительно лучше меня вот при этом как руководитель теплиц социальных технологий я могу сказать что я делаю этот вебинар потому что в целом мы занимаемся обзором всех технологий которые не только для весь ограниченными возможностями но и других и мы мониторим эту тему в числе прочих других уже около 6 лет собственно для того чтобы показать что мы не просто так здесь собрались да что мы не просто какие-то там все псевдо эксперты вот мы выполняем во многом с одной стороны роль некоторого радара в данных технологиях вот и описываем те технологии как для людей с ограничены с ограничениями по здоровью соответственно уже шесть лет и я высылал в чате ссылку которая собственно ведет на материалы это курируемый тег по инклюзивному дизайну туда мы собираем все все материалы которые про технологии для людей с ограничениями по здоровью кроме того мы провели в 2013 и 2016 годах два хакатона технологии разных возможностей это были первые хакатоны по данной теме после этого ряд организаций проводил на подобную по подобную тему хакатоны уже впоследствии и кроме того мы поддержали либо материально либо усилиями собственных программистов шесть проектов для людей с ограниченными возможностями к сожалению не все из них продолжили свое существование они вышли из наших хакатонов в таком режиме стартапа к сожалению многие из них собственно собственно в этом режиме остались его но так или иначе нам кажется что это тоже какой-то вклад который позволяет нам что-то говорить на эту тему итак о чем мы будем говорить сегодня что мы понимаем под айти технологиями для людей с ограниченными возможностями по здоровью это программное обеспечение включая мобильные приложения это сервисы это стандарты это подходы основанные но на эти технологии это в том числе на девашке то есть какие-то физические объекты которые не обязательно собственно только состоят из программной части и софт части но при этом мы определяем что если у них существенная функция зависит от айти компонента значит что это мы считаем их тоже айти технологиями что о чем мы сегодня говорить не будем мы не будем говорить о протезах и средствах технических средствах реабилитации средствах мобильности и инфраструктуры вот по крайней мере чисто физическом аспекте вот и прежде чем мы начнем я конечно хотел бы вас сразу отправить к основным собственно игрокам на этом поле к основным порталом где вы могли бы узнать больше вот я во первых хотел бы упомянуть организацию технологии возможностей которые систематически помогают новым проектом новым технологическим проектом в в этой области вот и в эту же группе я бы хотел упомянуть фонд помощи слепо глухим соединения которые также спонсируют ряд проектов в этой области кроме того хотел бы упомянуть прекрасный такой низовый низовой инициативы тифлокомп который собственно ведется людей людьми с ограниченными возможностями элита групп это собственно место где вы можете почитать и найти больше различных собственно больше информации на тему аппаратных программных средств для незрячих слабовидящих и smart aids это онлайн магазин различных технологических гаджетов по этой теме и мы начнем собственно из того что вот на данный момент с 2018 году видно вот через нашу оптику на то что мы смогли обнаружить в области технологий по по собственно для людей с ограниченными возможностями здесь хотел бы сказать что так человек да мне коллеги советуют игорь кипчатов из рои перспектива советуют говорить соответственно что это для людей с инвалидностью да я я игорь спасибо большое я действительно буду тогда именно использовать я думал что с ограничениями по здоровью это не так не так плохо но давайте я буду творить для людей с инвалидностью вот и коллеги тоже если у вас есть какие-то комментарии пожалуйста пишите либо мне в персональный чат либо в общий чат если вы хотите чтобы услышали другие вот и собственно я здесь опять же мы делаем все возможное чтобы следить за той средой которая доступна точнее за тем ландшафтом приложений как которые есть сейчас при этом но опять же возможно что мы что-то упустили вот и здесь конечно если мы что-то упустили то конечно подсказывайте нам и так я начну стандарта во-первых конечно же стандарты для того что есть войти и давайте наверное поговорим в целом о каких-то более широких вещах да инвалидность в айти в контексте айти технологии появляется тогда когда когда вот наши сенсорные способности наши двигательные способности ограничены айти нам может помогать наверное лучше всего сейчас может помогать когда это именно какие-то сенсорные ограничения при этом то есть ну например нашему в наш мозг не поступает сигнал да не поступает сигнал от глаз я буду специально сознательно использовать достаточно такую технологическую вот формулирование потому что как мне кажется тенденции как раз идут к тому все и собственно развитие технологии постараюсь отразить это дальше идет в ту сторону что мы что что вот технологические всякие приложения и сервисы все больше пытаются ну как бы установить некую вот по крайне мере с точки зрения наших сенсоров да то есть глаза уши тактильные наши возможности их технологизировать то есть есть устройство биологическое устройство приема сигнала есть устройство и какой-то интерфейс передачи в мозг вот и собственно мне кажется сейчас больше всего происходит эволюции и каких-то какого-то прогресса в этой области именно на уровне компенсации вот собственно каких-то проблем связанных именно с сенсорами вот и с возможностью их передачи другими способами в наш мозг вот и для этого например ну прежде всего веб контексте следует говорить о стандартах и говорить о веб стандартах это соответственно стандарты для сайтов которые которые являются обязывающими я думаю все кто подавал на какие-нибудь там государственные гранты это в том числе все внедряется в уже в требования доноров да чтобы сайты соответствовали эти стандартам почему это важно это важно потому что как только у вас и есть стандарты это значит что можно создавать инструменты подходящие соответственно как инструменты которые могут стандартизированно обрабатывать эту информацию и подавать соответственно людям с инвалидностью в мозг да чтобы чтобы это доносилось как только мы публикуем информацию в соответствии со стандартом ее значительно проще передавать скорее всего мы будем двигаться к тому что роль стандартов несмотря на то что они конечно будут появляться это очень хорошо но мы входим стремительно в эпоху машинного обучения когда алгоритмы которые собственно развиваются сейчас крупнейшими корпорациями я буду говорить об этом в конце вот в принципе делают настолько умными система распознавания информации система ее классификации что стандарты фактически теряют свою силу потому что если раньше у нас не было таких возможностей определения то конечно нам нужно было говорить что вот если мы хотим чтобы какой-нибудь там скринридер до читалка экрана соответственно читала нормальный текст то нам нужно соответственно сказать что вот читай так вот иди по меню в определенном порядке вот сейчас все больше появляются технологии которые могут в принципе рассказать человеку что происходит в зависимости от контекста и соотношение с другими элементами на странице на основе алгоритмов машинного обучения и так называемого искусственного интеллекта да почему так называемого достаточно долгая долгая история но так или иначе на данном уровне технологии стандарты играют большую роль и являются достаточно важной частью приложений в именно в контексте веба вот давайте теперь поговорим по поводу сервисов и здесь я сложил в кучу на самом деле много сервисов я подбирал эти приложения сервис и технологии под таким углом чтобы это можно было во первых чтобы это можно там либо скачать либо установить либо использовать вот и чтобы это по возможности было на русском языке вот и здесь конечно как раз к слову о стандартах хочется сказать о nvda да это non visual desktop access это технология которая наверное но доступна многим людям ну точнее наверное в среде людей с инвалидностью по зрению наверное практически все знают это опенсорсная программа которая позволяет читать текст с экрана и развивается сообществом развивается обществом программа не коммерческая еще один пример и здесь опять же я привожу это именно как сервисы да как какие-то вещи которые не связаны с технология скорее представляет то что уже вошло в обиход вот еще один сервис на брейлеру это конвертер брайля позволяет переводить любой текст на собственно язык брайля на русскую его версию вот и не только на русскую здесь собственно можно можно выбирать выбирать языки вот я например здесь перевел слово теплиц социальных технологий на язык брайля и почему это важно да это приложение вполне себе работающие можете сами его протестировать оно важно потому что нам вот всегда говорят слушайте да это вообще мы не знаем как что-то переводить это вообще ваш язык брайля это в общем сложная такая вещь и при этом понятное дело наверное вот для печати вот это будет немножко сложновато но по крайней мере для любого там чиновника бизнесмена и вот кто будет вам говорить что это в общем сложно и на самом деле с точки зрения печати тоже как бы там сделать то чтобы черные черные точечки были немножко выпуклыми тоже никаких проблем не составляет любой нормальной типографии вот и вы можете прямо сказать слушайте ребята вот здесь берите переводите любой текст все указатели всю физическую инфраструктуру переводить ее на брайлы и приклеивайте вообще без каких-либо проблем нечего нам вешать лапшу на уши вот это поэтому это вполне такой как бы как как сервис как мне кажется совершенно прекрасная вещь разрабатывается двумя российскими разработчиками вот мессенджер для детей с аутизмом это сезам это так как аутизм тоже это инвалидность это ограничение вот мы помогли разработать 2015 году и насколько я понимаю это как число вот собственно семей у которых есть дети с аутизмом где им и где им нужно общаться с собственно с своими детьми это сообщество достаточно ограничено но по данным вот который я мне недавно кто-то говорил что сообщество действительно этим пользуется опять же коллеги если у вас есть доступ к этому сообществу да если именно для людей с аутизмом то пожалуйста расскажите вообще как как этим пользуются потому что в целом и оценки достаточно высокие и насколько понимаю действительно воспринимается что это такое но это мессенджер который точнее это некий плагин для мессенджеров вконтакте который позволяет обмениваться только изображениями для ребенка собственно с аутизмом вот и общаться но получать связь обратно вот что еще вот сервис и кстати хотел бы тоже сказать что вот сезам который мы запустили не помогли запустить это программное обеспечение с открытым кодом соответственно его можно копировать изменять дополнять выпускать собственные версии еще одно приложение которое мы придержали уже в прошлом году это биржа людей с инвалидностью трудную трудовой биржи где человек может собственно во первых во первых люди с инвалидностью могут там подать попадать свои собственные анкеты вот а во вторых это позволяет работодателям выбрать человека для работы вот и выбрать по тем собственно тем категориям которые работодателя интересует вот и насколько я понимаю что это достаточно это воронежский проект вот и именно как проект и собственно как технологии это тоже под открытым кодом то есть если например вы хотели бы создать такую штуку вы можете у себя опять же на платформе in sales но есть подробные инструкции как это сделать у себя вот и собственно если вы хотите сделать это у себя в регионе у себя в стране то это доступно и мы пока еще не говорили так как это только год назад вышло не говорили какие у них есть эффекты по по данной платформе но это было первое это было первое приложение первая платформа которая вышла при поддержке теплицы которую было упомянуто в совете федерации вот каким-то какой-то сенаторкой а вот так что и было упомянуто как книга некая история успеха вот и действительно но мы знаем что людей с инвалидностью есть проблемы с трудоустройством есть проблемы социализации вот и подобные инфраструктурные проблемы тоже им помогают это тоже вполне попадает под определение айти технологий для людей с ограниченными возможностями что еще сервисы если мы говорим о веб-контексте то это сервисы которые решают так называемые knowledge problems на то есть они решают вопросы знания то есть когда у нас нет знания какого-то нет какой-то информации и эти сервисы приближают нам эту информацию устраняют дефицит этой информации в данную категорию можно можно соответственно положить все возможные карты доступности вот их достаточно много я здесь приведу только наверное две которые появились относительно недавно и которые обладают базой объектов по россии в том числе вот первое это will map она изначально немецкая вот но из-за того что она основывается на данных open street map то она подгружает в том числе и теги да это некие объекты добавленную в базу open street map которые собственно касаются инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями не только добавляют но и позволяют их верифицировать как вы видите на карте вокруг москвы есть только скажем так те объекты которые в общем не были верифицированы то есть что то значит не так вот в чем плюс open street map да то есть то что это как open source это открытая бесплатная карта которую можно использовать с очень широкими возможностями практически с неограниченными вот по использованию и это в общем и сама will map что еще в ней хорошего то что она использует подложку картографическую но это что там есть достаточно большое международное сообщество волонтеров и энтузиастов которые собственно эту платформу поддерживают вот аксесс мэп очень подобная вещь которая недавно недавно запустилась она работает на подложке гугла вот соответственно в каких-то местах здесь можно и она тоже глобальная вот карта объектов покрытия по россии существует его видно вот но при этом активности какой-то не замечено можно сказать так что здесь конечно очень сильно все зависит качество сервиса от того жива ли она с точки зрения сообщества если там power юзеры если там люди которые которые что-то делают так андрей пишет обзор старых ссылок на карты и сервисы по картам доступности андрей большое спасибо вам и действительно хорошо что вот андрей говорит о старых картах дамы потому что на самом деле эти карты действительно появлялось много они умирали мы в том числе были сами со авторами совместно как раз с перспективой вот так но при этом мы вот это был один из наших первых проектов и он к сожалению не увенчался успехом вот потому что мы не смогли установить создать во-первых хороший хороший интерфейс а во-вторых не смогли работать сообществом это наверное касается всех кто хочет подобные приложения делать что вот собственно работа с сообществом интерфейс являются ключевыми для для того что для успеха вашего приложения гражданского приложения в целом и конкретно для приложения для людей с инвалидностью вот так же мне как раз игорь кепчатов тоже советует приложение по метод сайта так по адаптации текста для людей с ограниченными возможностями вот я даю сейчас эту ссылку вот в общий чат вот и игорь я советую вам сразу присылать подобные ссылки сразу всем участникам вот дальше помимо этого есть опять же множество других сервисов которые также решают вопросы знания например это образовательные курсы образовательные тренажеры фонда соединения есть образовательный курс помимо этого есть тренажер интерактивный тренажер не собственно не для людей с ограниченными возможностями людей без ограничений вот без инвалидности для общения собственно со слепоглухими вот и это он достаточно интересный вот и если у вас возникает такая возможности необходимость то советую советую в общем попробовать помимо этого вот как раз игорь упомянул easy to read приложение но я также хотел бы упомянуть что в целом еще вопросы знания идут не только точнее приложения по которые работают по модели решения вопросов знаний не только в том скажем так в том контексте что помогают помогают сделать дать больше знаний они в том числе идут по той дорожке что помогают упростить знания например контент кларифаер анализирует содержание сообщения и позволяет упростить его упростить его так чтобы например для людей у которых есть ограничения по восприятию информации по восприятию и на произведение и пониманию да к генитивной качестве информации вот как раз подобные подобное приложение подобный сервис используется вот то есть снова говорим о том как информация какая-то в данном случае текстовая информация попадает в наш мозг и возможно нам нужно и если у нас например вот этот воронка информации в наш мозг достаточно узкая то значит нам нужно объем и сложность сложно структурированный текст этот сократить вот кроме того к сервисам можно отнести различные достаточно много и в россии в украине но множество есть различных словарей жестового языка вот опять же жестовый язык насколько мне известно это бывает различных есть различные версии различные языки поэтому здесь конечно но насколько по ним помню есть точно наверное российские версии подобных приложений и здесь я просто хотел бы дать вам просто возможность поискать самим в google app store или в android в android play вот эти приложения существуют вот помимо этого я бы хотел теперь следующий раздел каких-то гибридных технологий которых на самом деле появляется все больше они пока по крайней мере в российском контексте находятся на стадии стадии прототипа сбора средств и какой-то каких-то еще очень ранних экспериментов из того что мы видели это приложение из еще 2013 года она доступна его можно заказать вот и собственно это интерфейс для людей у которых есть очень серьезные ограничения то есть данном случае например они то есть пользуются только либо одной рукой либо это элемент управления и борту я к сожалению здесь не знаю как это профессионально какой термин используется да но если у вас грубо говоря джойстик только только ртом вы можете использовать это этот интерфейс стекла позволяет работать вам с помощью этого с помощью этого собственно устройства позволяет управлять вашим телефоном позволяет управлять вашим компьютером вот в рамках этого направления мы в 2016 году поддержали не юси бэнд это приложила это такое устройство которое и собственно тоже его код открыт на данный момент это приложил браслет который считывает собственно язык жестов вот но при этом конечно вообще в какой-то момент оказалось что для людей которые сталкиваются с проблемами скорее всего подобное устройство ну не будет менее интересно и собственно возможно это будет просто решаться с помощью микрофона клавиатуры как например это сделано было сделано в приложении яндекс разговор о котором я чуть чуть позже расскажу во вторых конечно всякие надевашки решают не только проблему информационные они решают в том числе и тоже возникающую проблему проблему чрезвычайных ситуаций вот например достаточно большое количество из того что я видел и это очень такой low fly это просто минимум технологии это браслеты с qr-кодом как вы знаете qr-коды можно генерировать очень быстро автоматически это уже не как если раньше еще там пять лет назад это что-то удивляло то разумеется сейчас это никого уже там не удивляет но здесь наверное важная вещь не сколько визуальная составляющая сколько то что вы можете добавиться в базу вот и те люди которые собственно понимают что это такое могут это этот qr-код считать вот конечно здесь пока и эти браслеты ну вот они выглядят достаточно красиво можно можно скачать не скачать а заказать вот проект который был достаточно известен вот в прошлом году собрал 200 тысяч рублей только на краудфандинге на планете это часы fill your time до которые позволяют слепым определять время вот вы должны провести пальцем на циферблате и чувствуйте вибрацию соответственно если вы вот собственно дотронулись до одной из одной из линейки циферблата но конечно здесь сразу вопрос да как это как это будет собственно конкурировать с обычным голосовым воспроизведением времени тем более что точность у этого будет значительно значительно больше только наверное если вы не можете слышать а то есть если у вас но остается только тактильный канал собственно получение информации вот помимо этого вот этот стартап тоже они мы о нем писали в прошлом году это проект из якутии вот собственно как называется гайд который где вы вешаете соответственно две камеры портативно датчик движения и дает какие-то навигационные навигационные советы к сожалению проект собрал вот на данный момент всего 6000 рублей вот и но при этом при этом многие элементы которые собственно используются в этом приложении мы можем увидеть например приложение которое недавно было в этом мае анонсирование на компании google это google lockout хотя конечно не имела вот этой вот глубинной важной составляющей виде автоматического распространения образов вот еще приложение точнее комплекс вот технологий ориенс вот который сканирует вот видите вы на голову надевать такую опять же это образно это экспериментальные образцы поэтому они такие достаточно крупные но нужно предположить что в принципе то и другое можно в принципе упростить и уменьшить до совершенно микроскопических размеров вот здесь камера на стереокамера на голову надевается вот и соответственно коммуникатор вот пока из того что я видел ориенс вот этот вот комплект аппаратный комплекс разрабатываемый в россии можно только отправить заявку на предзаказ вот пока есть только есть только собственно только какая-то вот такая как бы сказать демо версия записанного видео проверить мы это пока к сожалению можем теперь давайте обсудим с вами набор технологий которые используют виртуальную реальность здесь сразу хочу сказать что виртуальная реальность была особенно да там на переломе 16 18 годов это была такая самая модная технология вот и все компании которые занимались виртуальной реальностью продавались их акции стоили очень дорого они продавались очень дорого фейсбук вложился в компанию около срифта за огромные деньги вот и при этом потом оказалось что к сожалению конечно с виртуальной реальностью не все так просто а именно проблемы основная проблема это то что все вот эти вот огромные устройства они просто очень очень объемные пока что даже вот эти вот google глаз которые были значительно меньше вот но все равно вызывали вопросы это было неудобно носить и все равно вот это вот очередное происшествие собственно виртуальных виртуальной реальности первое я думаю многие из вас помнят в 90-х годах вот в общем самое первое такое еще в 60-х вот и сейчас это с каждой итерации это все возвращается до и люди думают ну может быть теперь наконец то вот но видимо судя по всему помимо как бы там есть серьезные эстетические вопросы во-вторых есть разумеется вопросы этические вот и но судя по всему мы придем к какому-то следующей итерации виртуальной реальности только когда все-таки вся виртуальная реальность у нас может быть будет в очках которые не будут отличаться ни от чего другого или или в зрачках да и собственно про это нам уже рассказывают многие фантастические фильмы я думаю в последнее время нет ни одного фантастического фильма или сериала в котором бы не фигурировала что-то что у нас уже вживлено в нашу сетчатку вот но вот вернемся пока к тому что есть и конечно здесь хотелось бы сказать наверное про наиболее успешный проект в этой области это my eyes где даже особенно виртуальной реальности или дополненной реальности нет есть передача сигнала от человека с ограничениями по зрению и человеку который может посвятить свое время описывая то что камера данного человека видит вот и распределяются звонки то есть вы можете быть волонтером сидеть ждать и дальше соответственно как только вы получите заявку то сразу можете начинать разговаривать с незрячим человеком здесь конечно насколько я помню что действительно у приложения было это на самом деле была история успеха я читал какой-то отчет там кажется 300 или 400 тысяч волонтеров зарегистрированных и еще там еще больше соответственно людей которые незрячих или или слабо зрячих которые получили помощь непосредственно вот от такой волонтерской помощи но вот ограничение для нас с вами коллеги это конечно то что они говорят в основном на английском языке вот и если у вас кстати есть какой-то опыт то большая просьба здесь написать в нашем чате вот потому что насколько наверняка если вы как-то общались с вот с подобными приложениями то возможно до вас долетал какой-то опыт отзывы по этой теме вот подобное приложение запускал самсунг также используя технологию окулус рифт но этот в случае с самсунгом технологии использовались немножко по-другому во-первых фиксировался во-первых вы могли бы можете выбирать тип дефекта по зрению и это только для слабовидящих и дальше на основе так называемого искусственного интеллекта вот производилась бы компенсация зрительного дефекта соответственно вот который вы видите вот здесь это изображение которое я сейчас показываю это например если у кого-то нечеткое изображение то компьютер на основе алгоритма автоматически выделяет выделяет границы объекта это сейчас на данный момент достаточно простая компьютерная задача вот это как раз стало доступно благодаря прогрессу в области компьютерного зрения машинного ну компьютерного зрения компьютер vision вот и там есть несколько других дефектов вот в россии на данный момент сенсор тех используют вот тоже пытается работать с технологиями по оптике вот и у них например один из крупных проектов это втримологический vr симулятор вот где как рык который как раз используется для собственно для врачей для дизайнеров для повышения эмпатии и собственно показывает вам любую картинку с учетом того или иного дефекта то есть не как релумина который наоборот позволял исправлять дефект здесь как раз у этого приложения задача в том чтобы этот эффект какие-то ограничения воссоздать вот еще одним важным направлением на самом деле для многих достаточно серьезным это все что связано с голосовыми технологиями голосовые технологии также получили очень серьезный толчок сейчас благодаря машинному обучению вот и собственно распознавать голос голос в текст текст в голос стало значительно проще и эта технология дешевеет эта технология дешевеет появляется значительно больше библиотек все больше и программистов могут даже просто на уровне вот там школьников могут работать с какими-то уже общедоступными библиотеками голосовыми и переводом вот соответственно из текстового корпуса голос вот и поэтому здесь конечно если вы собираетесь что-то разрабатывать то я очень советую обратить вам именно на в это поле собственно свой взор вот потому что здесь конечно можно достичь как мне кажется сейчас самого большого прогресса вот но здесь какие есть при области применения вот ну и начнем немножко с нестандартных вот я приду к более значащим вот вот например есть виртуальный аватар вот который которому вы настраиваете голос и который считывает собственно который ведет с вами беседу вот в рамках шести сессий который позволяет справляться людям с шизофренией которые слышат голоса вот потому что фактически человек воссоздает голоса и дальше уже вместо какой-то ситуации что человек не понимает что с ним происходит вот может с этими голосами может накричать на этот голос может поговорить может сказать что вот я не хочу с тобой разговаривать на вот достаточно интересный интересный пример до использования как раз голосовых технологий не только для преодоления на каких-то сенсорных ограничений да или наоборот выпускание там звука да и изо рта вот а именно на более высоком уровне именно каких-то когнитивных проблем вот сурдафон это российская разработка тоже связана с голосом она переводит текст в язык жестов для студий к сожалению сейчас это выглядит более чем стрёмно я вот другого слова не не подберу потому что вот здесь вот можете посмотреть там есть вот видите в правом окне есть какая-то такая женщина с наклеенным лицом такого немножко зеленоватого цвета кожи вот которая собственно там передает какие-то там ну то есть она переводит текст в язык жестов автоматически вот ну я судя по всему настолько скажем так низкий уровень визуального воплощения связан прежде всего с их экспериментальной стадии вот но здесь конечно в области яндекс разговора хотел бы прежде всего упомянуть я точнее голосовых технологий яндекс разговор а то есть они запустились кажется в конце 16 года и с тех пор у них очень высокий рейтинг на андроиде вот у них действительно это поразительно там поддержка пользователей вот и это собственно что позволяет делать во первых вы можете сказать что-то в микрофон и это переведет соответственно переведет в текст либо вы можете набрать что-то в или фоне да с помощью клавиш и обычный текст будет переведен в голос вот в целом голосовые технологии это очень важное направление потому что например сейчас вот люди говорят что молодого поколения например в гугле больше 23 процентов только голосовой поиск и опять же если мы посмотрим так здесь андре нам снова подкидывает ссылок андре большое вам спасибо вот дипсайн универсальной технологии распознавания жестов вот переводит да это кстати была хорошая новость и девки представил мобильное приложение для сурдоперевода в рамках битвы стартапов но знаете я бы сразу хотел сказать по поводу второй новости что мы на моем опыте на я видел много приложений много таких радужных пресс-релизов которые были вот как раз на фоне всяческих там стартапов всяких битвы стартапов хакатронов я сам писал такие приложения конечно следует сказать что если мы хотим что-то рекомендовать если мы хотим что-то использовать вот если мы хотим что-то сразу как то как то с этим работать то конечно же конечно же нужно с очень высокой долей критики подходить ко всем подобным новостям, вот, и смотреть это скорее на то, что окей, да, в каком направлении двигается технология, вот, потому что они там представляют все эти приложения, они суперпрекрасны, они позволяют такие решать проблемы, как только мы заходим на их сайт, если их сайт работает, я вот пока готовил сейчас обзор, да, многие из тех приложений, которых, например, даже Теплица писала, вот, уже через год перестают работать, их авторы бросают эти проекты, поэтому здесь, конечно, и мы, к сожалению, тоже не всегда в состоянии отследить, что там происходит, вот, поэтому, конечно, вера, во-первых, а, в сообщество людей с ограничениями, б, в инструменты, которые выходят за пределы, за пределы собственной экспериментальной стадии, вот, как раз, вот, Яндекс.Разговор, я здесь, и тоже, например, если речь идет о мобильных приложениях, то обязательно смотрите, в каком году сделаны последние комментарии, вот, если последние комментарии сделаны недавно, это значит, что с этим все хорошо, и как раз вот у Яндекс.Разговора в этом плане все, все так, вот. Ну, и, собственно, вот я уже заканчиваю, у меня осталось три слайда, я еще раз хотел бы сказать, да, по поводу приложений, которые связаны с машинным обучением, и здесь сейчас происходит самая крупная битва гигантов, которая, в конце концов, обернется для нас с вами, и особенности для людей с инвалидностью самыми серьезными плюсами, да, это по поводу создания приложений, которые бы автоматически распознавали бы реальность, вот, не только бы ее распознавали, но и в максимально доступном виде переводили бы нам ее в какой-то понятный нам вид, вот, и пока это понятный вид, например, если у вас ограничение по зрению, но вы можете, например, слышать то это, соответственно, текст, вот, или звук, вот, но вполне возможно, что еще через пару лет интерфейсы достигнут того, что у нас будут напрямую нейроинтерфейсы, да, которые будут подавать информацию, минуя вот эти вот промежуточные стадии, вот. Ну, и, собственно, что мы видим, да, помимо вот такого будущего, мы видим здесь Seeing AI, это уже работающее приложение, которое, к сожалению, только работает на русском языке, и здесь тоже, наверное, вопрос про сообщество, да, то, что вот, ну, Яндекс занимается, они сделали Яндекс.Разговор, но на самом деле, когда речь идет о машинном обучении, распознавании образов, пока все на английском, и здесь как раз нужно явно, явно наверстывать упущенное, соответственно, чтобы, чтобы тоже люди, ну, не только, разумеется, там, но на русском, да, но на других языках, и это как раз к вопросу об открытости, к вопросу о создании сообщества переводчиков. Это очень важно, но вот, ладно, я отвлекаюсь, потому что это такие важные моменты для меня всегда, вот. Это Seeing AI, вы наводите на человека, на объект, человек, точнее, компьютер распознает на основе библиотеки распознавания образов, что это такое. Вот здесь вот на данном слайде, и это на самом деле вот по ссылке, если вы пройдете, там очень много примеров, когда человек, соответственно, наводит на экран, вот, кликает, и камера, используя библиотеку распознавания образов, передает, что вот здесь вот написано, что здесь, наверное, этому человеку около 36 лет, вот, он носит очки и выглядит счастливым, вот, потому что вот у Майкрософта есть так называемый Oxford Project, который на основании фотографии может определить эмоции. Очень смешная вещь, вот, и на самом деле работает, вот. Ну и сразу человек, опять же, компьютер, и это работает только используя, собственно, мощности вашего телефона, вот, просто обычная камера, вот, но зато вот эта вот внутренняя составляющая, да, чтобы иметь доступ ко всему набору фотографий, ко всем моделям, которые классифицируют, описывают фотографии, вот. Это, конечно, очень большая вещь, которую немногие в состоянии создать. Но вот Майкрософт это делает, вот, и на основе правильного описания, наверное, можно плюс, при том, что у вас, наверное, есть другие какие-то, другие какие-то источники сигнала входного, вот, вы можете, соответственно, определить, с кем вы говорите, вот. И вот в Майкрософт, я уже упоминал, Google Lookout запустил свое приложение, да, где вы носите просто свой мобильный телефон, перевернутый так, чтобы камера смотрела во мне, вот, и дальше у вас, соответственно, происходит два вида распознавания. Во-первых, происходит распознавание образов, а во-вторых, все, что вы видите, передается вам и рассказывается голосом, да, потому что интерфейс изображения в текст и текст в голос Google уже достаточно хорошо описаны и освоены, вот. Поэтому это, наверное, самое такое вот, что сейчас прям, наверное, куда это развивается и где, скорее всего, будут самые серьезные, собственно, самый серьезный прогресс в области, в области новых технологий, вот, и куда нам нужно смотреть, как с точки зрения спонсоров, так и с точки зрения, собственно, аналитиков и людей с ограниченными возможностями и разработчиков, вот. И, наверное, на этом мы можем перейти к вопросам, вот. Большое вам спасибо. Я советую следить за обновлениями на сайте теплиц социальных технологий на нашем канале на YouTube, у нас в Facebook, во ВКонтакте, вот, или в Твиттере, ну, наверное, Facebook, ВКонтакте — это самые основные сейчас у нас каналы, вот. Пожалуйста, отправьте, заполните анкету по вебинару, вот здесь вот в общем чате есть, вот. Опять же, я надеюсь, что вам было интересно, что вы не зря потратили эти на данный момент 55 минут, вот. Для того, чтобы мой вебинар стал лучше, конечно, очень нужна ваша обратная связь, поэтому в анкете она мне очень пригодится. Вот. А пока давайте, может быть, пару минут на вопросы. Так, Андрей пишет про универсальный дизайн, вот. Соответственно, да, Андрей, большое спасибо. Вы абсолютно правы, я не упомянул универсальный дизайн, видимо, сосредоточившись именно на технологиях, вот. Вот. Да, действительно, это очень важная вещь, которая как методология входит в разработку все большего числа действительно важных продуктов, потому что прежде всего универсальный дизайн важен тем, что он устанавливает вам ограничения. И ограничения ведут к лучшему дизайну. И это знают все дизайнеры, вот, и это берут на себя сейчас все крупные, крупные разработчики программного обеспечения, вот. И, собственно, но здесь очень важно, что, конечно, чтобы выйти на уровень универсального дизайна для создания какой-то разработки, это, конечно, требует значительно более серьезных ресурсов, вот. И это требует, конечно, изменения философии, да, чтобы создавать инструменты с самого начала, предполагая, что они будут использоваться, вот, как вы правильно говорите, что не только людьми со справкой об инвалидности, но и со всеми абсолютно людьми, у которых есть какие-то ограничения, да, там, бабушка, которая не может, который, у которой руки заняты авоськами, да, это велосипедист, это куча других ситуаций, когда вы на пару минут становитесь человеком с ограничениями, потому что у вас заняты руки, потому что у вас вы чем-то отвлечены, вот, вы ведете машину и так далее. Поэтому здесь, конечно, в какой-то момент мы все становимся людьми с ограничениями, поэтому универсальный дизайн так важен. Вот, да, спасибо, Андрей, я действительно уделил недостаточно много времени этой концепции. Будут ли еще вопросы, какие-то комментарии? Если вопросов нет, то мы тогда постепенно приближаемся к завершению. Я опять же хотел бы поблагодарить наших партнеров, а именно Фонд, Национальный фонд развития и реабилитации и региональный механизм поддержки гражданского общества стран восточного партнерства в организации, вообще то, что Национальный фонд, спасибо, что подали такую идею. Для нас всегда это очень важно. Вот, если у вас есть какие-то запросы более подробные, мы можем провести подобный вебинар по более узкой теме или по более широкой. Прежде всего, для нас мы просветительский проект, поэтому мы считаем важным проведение подобных вебинаров. И большое спасибо, соответственно, региональному механизму европейского партнерства, восточного партнерства за платформу. Это очень важно для нас. Вот. И если на этом, наверное, вопросов больше не будет, то следите, подписывайтесь на нас и рад, что вы потратили свое время, чтобы меня послушать. Это большая часть вебинар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...